Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале 13. Ознакомимся с главной темой сегодняшнего выпуска. Попытка спровоцировать Россию. Военно-морские силы США сообщили о планах направить в Актику военный корабль. Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России. В Актике должно быть увеличено присутствие США. Такое мнение высказал американский министр военно-морских сил Ричард Спенсер. В США планируют вернуться к использованию военной базы АДАК на Аляске, которую закрыли в 1997 году. В Актике должно быть увеличено присутствие США. Такое мнение высказал американский министр военно-морских сил Ричард Спенсер. США планирует вернуться к использованию военной базы Адак на Аляске, которую закрыли в 1997 году. Как считают в Конгрессе, таким образом будет подчеркнуть статус США как арктической державы. Между тем, в Государственной Думе отметили, что шаги Пентагона направлены на эскалацию ситуации. По мнению экспертов, Вашингтон намерен препятствовать развитию интересов российской стороны, в частности это касается использования Северноморского пути. При этом в декабре 2018 года глава военного морского министерства США указывал на крупную угрозу со стороны Российской Федерации в Арктике, в связи с чем был создан второй флот, в зоне ответственности которого находятся восточное побережье США и Северная Атлантика. Зам. предкомитета Гастумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин также отметил, что Арктика является сферой национальных интересов многих государств, в том числе России, Китая и США. «Действия США носят достаточно агрессивный, воинствующий характер. Исходя из опыта их деятельности, я не исключаю, что они будут пренебрегать нормами международного права», указал Швыткин. С 2019 года иностранные военные корабли должны заранее уведомлять Россию о проходе через Северный морской путь. По словам начальника Российского национального центра управления обороны Михаила Мизинцева, подобная мера обусловлена необходимостью ликвидации правового вакуума. Согласно российскому законодательству, Северно-морской путь является исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией Российской Федерации. Движение по нему осуществляется в соответствии с федеральными законами, общепризнанными принципами и нормами международного права. Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии. Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер-министр Дмитрий Медведев. По сути, мы помогаем Белоруссии, вынимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях, цитирует Медведев. Он подчеркнул, что Россия никогда не обещала другим государствам компенсировать недополученные в том числе из-за налогового маневра доходы. Мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможный отказ России компенсировать Минску налоговый маневр в нефтяной отрасли может привести к потере российской стороны союзника. В Министерстве иностранных дел России, комментируя слова белорусского лидера, подчеркнули, что Белоруссия является надежным союзником и партнером, а курс на ширение взаимодействия не подлежит сомнению. Читая уголовные сводки новостей, то и дело натыкаешься на армянский след. В последнее же время количество преступлений и правонарушений с участием подозреваемых армян резко взросло. Читая уголовные сводки новостей, то и дело натыкаешься на армянский след. В последнее же время количество преступлений и правонарушений с участием подозреваемых армян резко взросло. Последние события в Караканте, где группа армян совершила нападение и зверски убила одного молодого казаха, имеют в своей основе как уголовные составляющие, так и факты национальной неприязни. Только недавно была передана информация о выявлении и обезвреживании армянской национальной мафиозной сети в Германии. На днях выяснилось, что оказывается, Германия стала не последней страной, где задействована широкая армянская мафиозная сеть. Так на днях выяснилось, что в Испании задержана группировка выходцев из Армении из 15 человек. Следствие установило, что эта группа армян занималась организацией договорных теннисных матчей. Деятельность армянской группировки началась еще в декабре 2017 года. Операция же по обезвреживанию группировки была проведена в октябре 2018 года. Однако подробности операции стали известны сейчас. Подозреваемые готовятся предстать перед судом по обвинению в принадлежности к группировке, коррупции, мошенничестве, отмывании денег, незаконным владением оружием. На сегодня все. Встретимся в следующем выпуске.